Мы думаем, что Аристотель идёт диалектично, но нам стоит рассматривать его какие-то моменты с точки зрения логики, или поскольку Аристотель ещё не сформировал логики, нам не стоит искать в этом? Нет, не стоит, не потому что Аристотель не сформировал, а потому что под диалектикой мы понимаем образ изложения материала, а не логичность, а не его логичность. Но следить за тем, что говорит Фукидид, а чего он не говорит, и как строится аргументация тех или иных действий именно в речах, мы, конечно же, будем обязательно. Хорошо, и тогда второй вопрос, как раз вопрос о богах. Если боги контролируют свой и порядок до этого был густоден богами, почему тогда мы не можем сказать, что чума, она основана на архивные поражения, это потому что боги хотят, чтобы изменить порядок? Так и будет сказано, когда чума отступит. Дело в том, что общество не может, как мы увидим, не может существовать рухнувшим. Это невозможно. То есть, когда во время чумы общество коллапсирует и начинается первое время чумы, понятное дело, что жить в такой ситуации коллективно невозможно. Можно жить индивидуально и даже очень хорошо, но коллективно нельзя. Именно поэтому при первых симптомах отступления чумы немедленно появятся люди, которые заявят, что чума – это наказание от божеств, что это все было предсказано, включая длительность самой чумы, длительность войны и что как бы все это укладывается в большую картину божественного влияния на случай. И так или иначе, это большинством будет воспринято и вера в богов вернется. Проблема только в том, что она вернется уже в ослабленном виде или в измененном виде, который, естественно, приведет афинян к религиозной истерии с одной стороны и к философии с другой. А как боги могут контролировать, ну, это самое, что боги сами воюют? Это тоже хороший вопрос. Естественно, я хочу сказать естественная теология, но не буду этого говорить. Естественно, вера в богов и представление о богах, они сформировались случайным образом. Именно в этом и заключается претензия классической политической философии к культуре и к представлениям о богах. Помните, в идеальном городе Сократ пытается исправить это и говорит, что мы должны создать новую веру, во-первых, а еще до этого мы должны выгнать из города всех поэтов, потому что поэты лгут о богах. И в первую очередь мы должны выгнать Гомера, потому что Гомер изображает богов, враждующими между собой. Из-за того, что традиция противоречива, так как она складывалась не с помощью разума, а с помощью случая, разум предъявляет к ней фундаментальную претензию. Так как она неразумна, она не может управлять человеческой жизнью. В конечном счете, ведь обвинение в неверии в богов города заключается не в том, что Сократ ходил и говорил, что богов нет, а в том, что Сократ предлагал заменить противоречивых богов непротиворечивыми идеями. Зевс, требующий от людей справедливости, может быть несправедлив. Зевс, требующий от людей не убивать друг друга, может убивать своих собственных родственников. Зевс, говорящий, что инцест – зло, может его практиковать. Зевс, запрещающий Адюльтер, только и занят тем, что насилует смертных женщин. Да, 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 да. Идея справедливости содержит в себе только справедливость и ничего, кроме справедливости. Проблема тогда возникает с тем, что Сократ не удалось объяснить чему из замечательных идей. Там проблема возникла с грязью из-под ногтей, то есть откуда у нас такие классные и здоровские идеи, а потом у нас есть грязь, и вот это вот все эти импотребления. Нет, насколько... Если бы мы жили в парадигме Сократа, Платона, там, Сочи Платона, нам было бы еще проблематичнее объяснять некоторые вещи, которые прекрасно объясняются богами, которые, да, враждуют, да, они там тоже своими фаркадами, но как бы они могут себе это позволить. Гомерман говорит, что могут, значит, могут. Именно поэтому среди современных исследователей нет тех, которые бы считали, что теория идей Платона – это действительно теория, что она работает и что она закончена. То есть теория идей Платона, она на самом деле имеет строго политические задачи. Это не в кавычках философская штука. Ее задача не в том, чтобы решить проблему. Именно поэтому она никогда не закончена. Мы можем объяснить, почему философские идеи, именно в сегодняшнем смысле этого слова философские идеи Платона, никогда не доведены до конца и всегда половинчаты тем фактом, что они имеют строго политическую роль, а не имеют роли философской. Мы возвращаемся обратно к нашей схеме о том, что философия не отвечает на вопросы, а углубляет их или ищет фундаментальные проблемы, или пытается обозначить границы фундаментальных проблем. Вот для того, чтобы обозначить границы фундаментальных проблем общественной жизни, теория идей вполне подходит. Можно? Да, конечно. Да, будет еще два вопроса пока. Окей. Боги, как вас волнуют боги, да? Ну так и это же… Я думаю, просто церковь недалеко, и вы слышали звон сегодня с утра. Нет, но просто боги являются одним из основ, то есть этого мышления, поэтому мы будем важно разобраться. Если мы говорим о том, что добродитель, благочитель афинян – это то, что боги живут по тем же законам, что и люди, возникает вопрос, что это закон, и почему он не бешеврагов, почему не подчиняете закону напрямую? Это серьезнейший вопрос, и, к сожалению, Фукидид дает этот закон, не столько сам этот закон, да, описывает не столько сам этот закон, сколько его последствия, а сам закон он описывает только в одном ключевом месте, и это… и произносят его, именно афиняне артикулируют его, именно афиняне, и они почему-то верят, мы не знаем почему, что этому закону подчинены и боги. Мы на самом деле не понимаем, как это произошло и почему это возможно, но мы понимаем, что именно эта артикуляция, именно это понимание афинянами их положения в мире и положения мира как такового, афинянами, находящимися на пике их империализма, приводит их, в конце концов, в гибели. К религиозной истерии, с одной стороны, к бесконечному империализму, который заканчивается крахом с другой. Да, и второй вопрос вопрос. Есть второй вопрос, да. Если мы… футбит подтверждает то, что… ой, реально определяет… то есть реально определяет эти идеи, да, или как было… высоким… низко, как сказать, на высоком. Наоборот. Наоборот, наоборот, высоко. Да, да, да. То, вот как раз вопрос у Зевса, о том, что Зевс может совершать адельтеро и все тому подобное, в общем, радости жизни, а люди не могут, то почему мы не можем поменить как раз эту схему на эту проблему и сказать, что люди должны быть благочестивыми, потому что люди – это люди, и чтобы приблизиться к богам, они должны, значит, не грешить. А боги – это уже боги, они бессмертны, им можно грешить. Футбит, понятное дело, таким не задаётся, да, то есть это явно выходит за наши границы. Но мы могли бы сказать, что если мы поддерживаем позицию о том, что высокое основывается на низком, то мы легко можем найти религиозное обоснование этого. Боги зависят от людей. В первую очередь от человеческих жертв. Я хочу сказать практически человеческие жертвоприношения, но от человеческих жертв. И в этом смысле люди, находясь ниже богов, на самом деле контролируют богов, являясь основанием для их существования. Мы могли бы кинуть эту идею немножко дальше и сказать, что вообще в целом боги существуют только потому, что существуют люди. То есть их существование зависит от нашего существования и от нашей веры в богов. Почему тогда нужно искать идеальный хороший режим, если можно искусственно сделать всё настолько плохо, что на этом уж плохом... Нет, 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 это так не работает. Не плохой на хорошем, а высокое на низком. То есть вы могли бы сказать, что самый наилучший режим, и Платон вас в этом бы поддержал, стоит на самом страшном насилии. На чём стоит идеальное государство из государства? На отъёме детей, на разрушении семьи, на уничтожении частной собственности или отмене частной собственности. На невероятном уровне насилия. На психологическом уровне насилия. То есть это просто пытки постоянные там происходят. На том, что стражи могут приехать в любой момент, в любое село и просто убить всех. Женщин, детей, стариков, виновных, им ничего не будет не только в плане политических или судебных последствий, правовых последствий, но и в плане их добродетельности. Они не станут от этого более худшими людьми. И тогда действительно, чем страшнее основание, чем оно ниже, чем оно глубиннее, тем выше может быть результат, тем выше может стоять лучшее на этом основанное. И только так вы можете перевести это, попытаться перевести это в личную, на личный план, на личный уровень, в личные измерения. И сказать, что только те люди добиваются, если они не боги, конечно, только те люди добиваются серьезных результатов в своей жизни, которые постоянно занимаются тяжелейшим насилием над собой, которые активно страдают и причиняют страдания самим себе. Над собой. Конечно. Ну, я имею в виду, чтобы работать 24 на 7, надо подавлять огромное количество сторонних желаний. А зачем работать 24 на 7, если можно работать головой? Так головой еще работает 24 на 7. Да. Или давайте попроще даже. Банально, чтобы заставить себя запомнить что-то, заучить таблицу Менделеева или там таблицу умножения, нужно очень много тяжелого насилия над собой. Нужно отрезать от себя куски, которые не нужны вам для достижения вашей цели. То есть человек, который скажет, я не хочу насилия над собой, со стороны себя, ляжет на диван и ничего не сможет сделать больше. Потому что это все будет насилием. Заставить себя встать с дивана. Даже по-русски это звучит. Заставить себя встать с дивана. То есть буквально ударить себя палкой и встать. Чем меньше этого насилия над самим собой, тем меньше мы можем достичь. И наоборот. Чем это насилие страшнее, чем мы, выражаясь современным языком, несчастнее делаем самих себя, тем больше потенция для достижения действительно серьезных результатов. Давайте мы подумаем. Несчастнее это, конечно, в кавычках. Конечно, в кавычках. Это тяжелый вопрос, потому что в идеальном государстве, описываемом Сократом, проблема заключается в том, что те люди, которые должны стоять во главе этого государства, не хотят этого делать ни при каких обстоятельствах. Что их можно загнать туда только наказанием. Они, философы, никогда не хотят править. И это, конечно, аргумент в том смысле, аргумент против идеального государства вообще. Вопрос о хорошем государстве – это несколько иной вопрос, это не вопрос о совершенном государстве. Мы возвращаемся, наконец-то, к Фукидиду и приступаем к первой книге. Давайте, Жанна Витальевна, ваш выход. Фукидид Афинянин написал историю войны между Пелопонессами и Афинянами, как они вели ее друг против друга. Вы видите, ровно с этого Фукидид начинает. Фукидид Афинянин. Он не скрывает своей принадлежности и не скрывает того, что только благодаря Афинам, Перикловым Афинам, Фукидид стал возможен. О чем мы уже говорили. Приступил он к труду своему тотчас, с момента возникновения войны, в той уверенности, что война эта будет войной важной и самой достопримечательной в сравнении со всеми предшествующими. Мы знаем, что потом Фукидид нам скажет, мы до этого дойдем, что каждый ветеран уверен, что его война – это величайшая война, потому что он в ней участвовал. Фукидид уверен, что Пелопонесская война – это величайшая война еще до того, как она началась, еще до того, как он смог принять в ней участие. Каковы же причины это? Но предшествующими – это начало, его тезис еще не закончен. И предшествующими, и будущему, как мы видим, это требование, это притязание Пелопонесской войны будет развиваться. Но, конечно, перед тем, как доказать, что Пелопонесская война – это предельная война, надо доказать, что она превосходит предыдущего. Заключал он так из того, что обе воюющие стороны вполне к ней подготовлены, а также из того, что прочие эллины, как он видел, стали присоединяться то к одной, то к другой стороне. Одни немедленно, другие – после некоторого размышления. Итак, Фукидид называет нам две причины. Первая из них – это подготовка или накопление ресурсов. Всякая война представляет из себя движение, кинезис, трату ресурсов. Поэтому величайшей войне предшествует что? Величайшей. Правильно, величайшее накопление ресурсов или величайший мир. Чем дольше мир, тем больше потенция для войны. И, соответственно, тем сама война больше. Вторая причина, которую называет Фукидид, заключается в том, что это не драка в кредит. Это панэллинская война. Все эллины участвуют в ней или будут принимать участие. Кто такие эллины? Цивилизация. Правильно. Эллины – это цивилизация. Когда мы говорим об эллинах, мы всегда диалектически подразумеваем, что есть не эллины – варвары. Это война, которая захватит всю цивилизацию. Так он думал до того, как она начнется. Вы знаете, что эта война очень быстро станет не цивилизационной, а в кавычках межцивилизационной, потому что варвары будут присоединяться к ней с обеих сторон. Итак, мы возвращаемся к нашему притязанию. Пелопонесская война – это предельная война. Причина номер один, которую называет нам Фукидид, накопленные ресурсы. Человеческие, военные, экономические, какие угодно. Да, конечно, мы должны задаться вопросом о предельности этих ресурсов, о том, насколько велик период мира. Перед Пелопонесской войной афиняне и спартанцы находились в состоянии мира друг с другом, 50-летнего мира. Я должен спросить вас, было ли еще, была ли еще такая ситуация в истории, когда две державы, страшнейшие державы, или самые могущественные державы в истории находились в периоде 50-летнего мира, достаточного для того, чтобы накопить ресурсы для предыдущей войны. Холодная война не закончилась ничем. Нет, такой ситуации никогда не было. И значит, Пелопонесская война – это предельная война. Никогда две враждующих сверхдержавы не имели 50-ти лет мера, чтобы накопить достаточно ресурсов для этой войны, для грядущей войны. Второе, что говорит Факидид, в этой войне, мы назовем это масштабом, чтобы вам было проще, в этой войне участвуют как греки, так и варвары, как цивилизованные люди, так и нецивилизованные. Вопрос, может ли в этом плане война быть масштабней? Сегодня, например. Ответ – это самая предельная война. Если письмо-нацисты вспомнили, да? Нет, ну они тоже, наверное, будут либо цивилизованными, либо дикими. Почему старание войны не взять? Что именно? Может, там не было припечного войны. Факидид уверен, что в будущем могут быть такие же предельные войны, больше быть не может. то есть, Пелопонесская война является предельной, она раскроет нам все, что может раскрыть предельная война, и хотя в будущем она может повториться, в смысле, может быть такой же, более предельной быть нельзя. Именно поэтому будущие войны не скажут нам ничего нового, несмотря на их гигантский масштаб по сравнению с Пелопонесской войной. И он доказывает это. Ресурсы, раз, масштаб, естественно, в войне могут участвовать только цивилизованные люди и варвары. То есть, это может быть война между цивилизованными странами, война между варварскими странами, или война, которая привлекает и тех, и других. Ничего больше быть не может. Мы могли бы сказать, например, что война может иметь не только масштаб, но и, скажем, давайте вот здесь географию, и сказать, что в глобальной войне участвуют все четыре стороны света. Лопонесская война на востоке Персы приняли участие? Приняли. На западе Сицилийцы, Итальянцы и Карфаген приняли? Приняли. На юге Египет? Приняли. Приняли. На севере Македония? Приняли. Приняли. Обсуждаем стороны света. Принял ли участие восток в этой войне? Принял. Запад принял? Принял. Юг принял? Принял. Север принял? Принял. Действительно, война это вызвало величайшее движение среди эллинов и некоторой части варваров, да и, можно сказать, среди огромного большинства всех народов. То, что предшествовало этой войне и что происходило в еще более ранние времена, невозможно было за давностью времени исследовать с точностью. Все же, на основании свидетельств, при помощи которых мне удается проникнуть с достоверностью в очень далекое прошлое, я заключаю, что тогда не случилось ничего важного ни в области военных событий, ни в каком-либо ином отношении. Итак, для того, чтобы доказать, а это наша цель сейчас, что Пелопонесская война превосходит все предыдущие войны, говорит Фукидит, мы должны двинуться назад, мы должны понять, как оно было позади. И здесь мы автоматически, и Фукидит автоматически натыкается на проблему. Он ее обозначает. Какую проблему? То, что он не может исследовать. Непонятно, что там было, да. Но это не та проблема, на которую он натыкается. Проблема, на которую на самом деле натыкается Фукидит, гораздо более страшная. И звучит она именно так. Мы находимся, в смысле Фукидит находится, мы с вами вместе с Фукидитом, находится в патриархальной культуре, греческой культуре, которая говорит одну и только одну вещь, и которая имеет одну и только одну концепцию. Это какая концепция? Концепция Золотого Века. Что она гласит? Чудненько. Одним из центральных понятий для Фукидита является понятие прогресса. Существует три позиции по отношению к прогрессу. Нет, не сразу. Первое. Концепция Золотого Века. Раньше было лучше. Это то, что исповедуют все. Отчасти это поддерживается, естественно, многоумерным. Поэтами вообще всеми. Потому что они все являются выразителями концепции Золотого Века. Что предполагает концепция Золотого Века? То, что когда-то было идеальное время, когда и трава, и солнце светило, и аж трава была забой здесь сильнее. Да, да. Значит, у нас мы можем нарисовать график. Вот это Y даже. Это время. А X это крутость. Вот так выглядят движение человечества. Итак, концепция Золотого Века предполагает, что нет никакого прогресса. Есть только регресс. Есть только движение к худшему от лучшего. Да, там в начале времен боги, потом поколение людей, которые были связаны с богами, происходит от богов, а сейчас уже непонятно что и становится только хуже. Это концепция, против которой Фукидит выступает, когда говорит, что на самом деле Пелопонезская война превосходит предыдущей войне, в частности Троянскую. То есть нападение на Гумера – это не просто нападение на поэзию, это нападение на традицию и вместе с ней на базовые представления о мире. Нет такой позиции. Вторая позиция, которую мы ждем, соответственно, от Фукидида. Это какая? Правильно, прогрессизм. Вторая позиция – это прогрессизм. Ну конечно, только вперед. Эту позицию высказывает не Фукидид. Ее в своей речи, в похоронной речи, высказывает Перикол. Кстати, позицию Золотого Века в своей речи высказывает Архидам. Архидам, как вы помните, Спартанец, деды воевали, говорит Архидам. Все как бы. Двигаться дальше некуда. Перикол говорит, нет, деды были крутые, но отцы были еще круче. А мы еще круче, чем наши отцы. И очевидно подразумевает, что наши потомки еще круче, чем и так далее. Но слова Перикла – это не слова Фукидида. И потому у нас есть третья концепция. Мы можем назвать ее Фукидидова или реалистичной. Она заключается, как мы узнаем позднее, в том, что очевидно, что Пелопонесская война является неким пиком. Но после этого пика, естественно, идет падение. Потому что ресурсы, например, накопленные для этой войны, в этой войне были потрачены. Масштаб войн последующих также больше не доходит до такого уровня. И в них уже не участвуют все четыре стороны света, например, или варвары цивилизованные люди. Затем мы могли бы сказать, что у нас появится несколько других способов мерить масштаб войны. Один из которых самый главный, самый решающий для Фукидида – объем страданий. И, следовательно, мы могли бы сказать, что после Пелопонесской войны ни одна другая война не достигала такого объема страданий, условно говоря, вплоть до Второй мировой. То есть мы могли бы сказать, что у нас все идет падение до какого-то момента. Потом у нас снова Вторая мировая, а потом у нас снова падение. После Второй мировой не было ни одной войны, которая бы имела столько же с Второй мировой. То есть вы видите, насколько умеренным в своей позиции является Фукидид. Он отрицает и концепцию Золотого века, которая неизбежно падает от рук философии и отрицает концепцию бесконечного прямолинейного равномерного прогресса, которую высказывает оптимистичную, да, которую высказывает Перикон. Фукидид уверен, что прогресс сменяется регрессом, что превосходство сменяется деградацией. Проще говоря, что греки вышли из варварства, и в варварство они вернутся. Но именно потому, что они вышли из варварства, стал возможен сам Фукидид. После того, что достиг Фукидид, мы снова можем оказаться внизу и только снова можем подняться наверх. Потом. И опять-таки все это будет напрямую связано с насилием. Да, да, предельное, конечно. Если он прав, то подняться, то Вторая мировая, как и Первая мировая, не может быть выше, чем Телопановская война. Да, да, да. То есть у прогресса есть свой четкий предел. И этот предел заключается в чем-то вечном, неизменном, в чем-то, что раскрывается в предельном прогрессе. Именно поэтому труд Фукидида на века ни один из последующих историков не может быть выше, не может преодолеть его. Не знаю, просто хочется вернуться к той же истине. То есть истина может быть, может не быть, но мы можем найти только определенные ступеньки, выше которых пройдется мысль. Да. Проще говоря, когда Сократ заявляет, что он знает только то, что ничего не знает, это не форма безумия. Он не знает, кто такой Сократ, или он не знает, как ходить в туалет, или он не знает, что такое вилка или стул. Это было бы безумием. То есть он бы от стены бился головой, не зная, что такое дверь. Вот. Когда Сократ заявляет нам, что он знает только, что он ничего не знает, это предполагает, что он А, говорит только о наиболее важных вещах, о политическом или человеческом, а знание о нем недостижимо. Но это же предполагает, что он знает, что политическое или человеческое существует, что у него есть какие-то границы, что оно может быть замкнуто в этих границах. То есть, говоря, что он знает, что ничего не знает, он ощупывает предмет в темноте, он знает, что это какой-то предмет, что у него есть некие свойства, но он не знает, что это за предмет. Точно так же и здесь мы вполне можем сказать, что Фукидид говорит, что есть базовые какие-то вещи, а какие мы поговорим потом, и что они до какого-то момента познаваемы или открываемы. Причем открываемы не просто в человеке, а открываемы в человеке, находящейся в предельной ситуации, в предельной войне. Вот только эта ситуация раскрывает нам некие правды о человеке. Он некий, но не все. Естественно. Почему-то там может быть. Нет. То есть, если это сформулировать иначе, то белопонезская война является предельной для, допустим, познания человека и для нашей возможности понять, что такое. Да, да, да. Вы забегаете вперед, это финальная претензия Фукидиды, где он говорит, что белопонезская война является предельной, потому что она предельно раскрывает природу человека. То есть, больше, чем она, раскрывать природу уже невозможно. Но, возможно, она есть, но мы ее раскрываем. Да. Даже если там что-то еще дальше есть, предельное раскрытие происходит только в предельной ситуации. Да что ж такое-то? Да, что-то. Можно ли мне сказать, что, то есть, вот, там, седатор, что заданность во имени невозможно следовать с точностью, и говорит, что до этого была ложь, что это были как раз-таки поэты и гомарки. Он это скажет чуть позднее. Его претензия будет невероятно классной. Он скажет, с точностью исследовать нельзя, но у нас есть некоторые признаки, которые покажут нам, логические и исторические, что древние и слабее современников, даже если мы поверим, гомеру на слово. Сейчас до этого дадим. Пожалуйста. По-видимому, страна, именуемая ныне Элладою, прочно заселена не с давних пор. Раньше происходили в ней переселения, и каждый народ легко покидал свою землю, будучи тесним каким-либо другим, всякий раз более многочисленным народом. Дело в том, что при отсутствии торговли и безопасных взаимосношений, как на суше, так и на море, каждый возделал свои поля лишь настолько, чтобы было на что жить. Никто не имел избытков средств, не культивировал землю, потому что неизвестно было, когда нападет на него другой и, пользуясь беззащитностью его жилища, отнимет у него имущество. К тому же, каждый рассчитывал, что везде можно будет добывать себе необходимое дневное пропитание. Вот почему все легко снимались с места. И вследствие этого же ни у кого не было ни в больших сильных городах, ни вообще каких бы то ни было приспособлений для оборудования. Обращаясь назад, Факетит говорит несколько интересных вещей. Первое. Греческое – это очень молодое. Не было никакой Эллады совсем недавно. Она только-только-только появилась. У него были доказательства для этого, лингвистическое доказательство, как вы увидите позднее. Второе. Кинезис, движение, война, предполагает то, что мы можем условно называть стазисом. Это не совсем красивое слово и не совсем подходящее, но для наших с вами целей сойдет. Стазис – это мир или покой. Буквально стазис – это восстание, ситуация стояния. Поэтому обычно стазис – это гражданская война. Но мы используем стазис в наших целях, чтобы противопоставить его кинезису. Долгий мир, затем большая война. Вот такая хорошая ситуация. Факетит говорит, раньше, вначале, у людей все время была война. Они все время враждовали друг с другом. Мик-мик, гопс, да? Все время враждовали друг с другом. И так как они все время враждовали, у них не было возможности накапливать ресурсы. Чем это доказывается? Не было больших городов. Не было морской торговли. Не было дорог. Не потому, что люди не умели их строить или не хотели торговать. А потому, что у них не было такой возможности из-за постоянных войн. Нет больших ресурсов. Мы возвращаемся к нашему тезису. Нет больших ресурсов. Не может быть и большой войны. Можно? Да. Если раньше, допустим, между Спартией и Афинами, по Спартией и Афинами, пелемена длилась 50 лет. Но при этом мы уже не можем пропускать технический прогресс, потому что накапливание ресурсов стало более простым и стало намного быстрее. Описание полупанесской войны фокеллида включить в себя технические прогрессы. Обязательно. Всего. Всегда пелемени населения подвергались преимущественно наилучшей земле Эллады. Именно области, называемые теперь Фресарией и Биотией. Также большая часть пелопанеса, кроме Аркадия. Наконец, все плодороднейшие области остальной Эллады. Но если, благодаря плодородию почвы, могущество некоторых племен не возрастало, то, порождая внутренние распри, ведшие гибели, оно вместе с тем еще и скорее вызывало поседательство на себя со стороны иноплемений. Напротив, Атика по причине скудости почвы с самых давних времен не испытывала внутренних переворотов и всегда занята была одним и тем же населением. Весьма важным подтверждением этой мысли служит и то, что в остальных частях Эллады население вследствие эмиграции увеличилось не в одинаковой степени с Атика. Объясняется это тем, что вытесняемые войной или между усобицами самые могущественные обитатели из прощей Эллады удалялись к Афинянам, так как те сидели на земле крепко и, становясь в тот час гражданами Атики, уже с давней поры сделали государство еще большим по количеству населения. Так что впоследствии, когда в Атике не оказалось достаточно земли, Афиняне отправили колонии даже Вы видите, да, что, естественно, наличие мира связано с плодородной землей и связано с количеством населения. В Атике, говорит Фукидид, не было много войн, потому что не было плодородной земли. Но, так как земля была неплодородной, разве могла она прокормить много населения? Очевидно, нет. Но Афиняне стали отправлять от себя колонистов только недавно. Это значит, что даже в самой мирной области Греции людей было слишком мало, вплоть до самых недавних времен. Ну, тогда возникает вопрос. Значит, получается, источник войны является плодородной площадью? В начале времен, да, раньше. А тогда, значит, все люди стихли свадьбу, потому что там не было войны? Да. А как мы там выжили, если это не плодородная земля? Нет, в том-то и дело, что они стекались в Аттику, чтобы спастись от войны. Но в Аттике неплодородная земля. А это значит, что Аттика не может прокормить много людей. Но это значит, что людей было так мало, что даже несмотря на то, что они стекались в Аттику, Аттика не отправляла от себя колонистов. И только впервые, недавно это произошло. То есть, это доказательство все тех же, вы помните, что ресурсы, они здесь, это не только военные ресурсы, но и, например, количество населения. И Фукидин доказывает нам, что в прошлом даже в самом мирном городе, в самой мирной области практически не было людей. Что даже область, в которой практически нет плодородной земли, умудрялась прокормить всех. Точно так же, следующее обстоятельство служит для меня преимущественным указанием на веселье древних обитателей Эллады. До Троянской войны она, очевидно, ничего не совершила общими силами. Да. Мы возвращаемся обратно сюда и говорим, что масштаб внутрицивилизационный предполагает хотя бы, ну, большой масштаб предполагает хотя бы внутрицивилизационную войну. У греков такого до Троянского события не было. Греки никогда не объединялись до Троянской войны. И, следовательно, очевидно, что они не объединялись не потому, что они такие были все индивидуалисты, да, и самостоятельные, а потому, что они просто не смогли этого сделать. Их было просто для этого недостаточно. Мне даже кажется, что Эллада во всей своей совокупности не носила еще этого имени. Это замечательно, потому что Фукидид выставляет более важную претензию. Эллада, Греция, это свежая штука. Греческость, греческое, это свежая штука. Цивилизация, это свежая штука. Еще недавно ее не было. Ну, и, соответственно, если не было цивилизации, то и не могло быть войны между цивилизацией и Варварством, или включающей в себя цивилизацию и Варварство однопременно. Соответственно, греки только недавно стали греками, только недавно стали цивилизованными. И потому в прошлом никаких масштабных войн до Троянской, естественно, не могло быть. Четыре. Итак, эллины, жившие отдельно по городам, понимавшие друг друга и впоследствии названные все общим именем до Троянской войны, по слабости и отсутствию взаимного общения не совершили ничего сообща. Да и в этот поход они выступили вместе уже после того, как больше освоились моря. Да. Вот здесь у нас, здесь у нас где-то должен еще находиться просто прогресс. Прогресс подразумевает много слоев. Огромное количество слоев. Технический прогресс, политический прогресс. Но сейчас мы должны сказать о техническом. Самая предельная война предполагает, что она будет вестись на всех полях или во всех возможных измерениях. Что это за измерение? Ну, это земля, воздух, информационная земля. Не-не-не, ну и... Земля, вода, воздух. И что у нас еще остается? Огонь. Огонь. Нет, про нацию огня вы потом поговорите. А что это? Прогресс. Прогресс. Земля, вода, воздух, и мы могли бы сейчас добавить космос. Но как бы воздух от космоса тяжело отличить, там непонятно. Ну или идея. Не-не-не, мы говорим о физических, конечно, о физических измерениях. Понятное дело, что воздух стал доступен только недавно совершенно. И предельная война занимает все возможные, все доступные уровни. Как-то правильно, измерения, измерения. Так это назовем. Или, естественно, говорит Факедит. Вот эти древние греки, древние люди, которые там в Атике и в Биоте воюют друг с другом, они все воюют сухопутно. Потому что они научились еще плавать. И вот только-только недавно они наконец-то освоились с Мурьем. И это значит, что до момента Троянской войны, помните, да, греки плывут в Трою. Это очень важно. Они не идут туда пешком. До момента Троянской войны греки ничего не могли сделать великого, потому что у них не было технических средств, не было кораблей. Ну и, соответственно, предельная война, это война, которая занимает и сушу, и море. Ну, воздух она не может еще занимать для Фукигида, да? Вот. Пелопонезская война, понятное дело, занимает и сушу, и море. Потому что война шла и на кораблях, и на сухопутных. Сейчас мы можем сказать, что предельная война занимает и воздух, и космос. Как две разные штуки, да? И поэтому мы можем сказать, что предельная война ждет нас еще впереди. Ну, Вторая мировая не заходила в космос. И лишь мы можем сказать, что Пелопонезская война была впереди? Конечно, да. С этой точки зрения. Точно так же, как с точки зрения Иисуса. Точно так же, с точки зрения измерений, мы могли бы сказать, что Пелопонезская война, именно потому что теперь мы можем воевать в воздухе, не достигает предельности. Но для Фукигида ответа было быть не могло. Плюс есть решающий последний критерий, который должен быть для нас аритером. Мы можем рассматривать предельную по критериям на определенном историческом данном. Мы можем сказать, что во времена Фукигида, конечно, более предельной войне, да. Но в таком случае мы бы превратили Фукигида в историста. В таком случае нам бы пришлось сказать, что значение Фукигида – это только историческое значение. В смысле, только в своей ситуации то, что он говорит, имеет значение. Не обязательно. Он же нам задал оптику, благодаря которой мы его опровергаем. Опровергаем, да. Доказывается, что он не имеет значения. Но! Если мы пытаемся по этому более предельно, мы основываемся на его критериях. Да, хорошее замечание. Но! В таком случае нам бы пришлось сказать, что труд Фукигида не навсегда. Он не всегда потому, что предоставил нам критерии, по которым мы можем оценивать, допустим, с определенной войны. В частности, если мы продолжаем это делать, да. Но тогда нам придется сказать, что Фукигиид увидел все, что можно было увидеть. То есть вам придется согласиться с Фукигиидом, что существует предельная война и что она может измеряться по этому. Но он просто войдел в статистичном неблагодаря тому, что он сказал, но для этого как он это сказал? Вот это проблема. То есть он стал вечным случайно, потому что его критерии оказались финальными, а не потому, что, исследуя им, война была предельной. Нет, но в этом плане в любом случае он уже все равно является случаем, потому что ему породили периоды в России. Да, 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 но, 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 но. То есть сам Фукигиид, как человек, является случайным, в смысле, ну, так получилось, да? Но философия не является случайной. Она напрямую связана с этим пиком и она из него выходит. В этом смысле, хотя Фукигиид случайен, то, что он говорит, напрямую связано с Афинами и Гибели. Получается, Фукигиид пытается установить вроде естественный закон развития истории? Нет, это его не интересует. Это видим мы. Вот, это не развитие, это не прогресс. Но мы можем увидеть из Фукигида, что есть три концепции прогресса и больше, видимо, вы их не можете. И мы можем видеть из Фукигида, что, по крайней мере, две из них выглядят крайне сомнительно, если не сказать фальшиво. И потому мы видим из Фукигида, что нам приходится с ним согласиться в том, что только одна из них выглядит несомнительно. И потому, скорее всего, является правдивым. Но это, естественно, приведет нас к переоценке истории. То есть, нам придется сказать, что после Второй мировой войны человечество находится не в состоянии прогресса, а в состоянии регресса. Да, да. И что, соответственно, война оказывается более ценной, чем мир. Потому что, как говорят нам в Фукигиид, мир есть основание для войны. Не наоборот. Война ведет к миру, но только потому, что ресурсы заканчиваются. А не потому, что это цель войны. Цель войны и ценность войны заключается не в том, что она достигает мира, а прямо в противоположном. И для современной позиции это практически звучит как оскорбление, как нападение, как безумие. Но если мы следуем Фукигиду, у нас нет такого. Мострориализм – это тоже может быть двух военных. Первое – это, если мы как раз признаем ее деятельность Белапанасской войны, мы признаем то, что у истории вот эта граница. Фукигиид обозначил эту первую границу истории. Но это первое. А второй вариант – может быть положить, что у истории действительно есть границы, но мы в дальнейшем… это ведь идеальный вариант. Ну, назад где-то, да, позади. А поедельная война – это тоже идеальный вариант, идеальная марка. Где-то впереди вы имеете в виду. Ну, нет. То есть, если мы утверждаем, что более поедельной войны, чем Белапанасской, не может быть, то это наш Золотой Век. Но она не может быть Золотым Веком, потому что она повторяется. То есть, всегда могут быть войны и достичь вот такого же предела. Ну, если ее нельзя произойти, то она идеальная. Нет. В смысле, ее можно достигнуть, да? То есть, все такие же могут быть другие идеальные войны. То есть, Золотой Век у вас не получится. Более высокий пик у вас не выйдет. Вот на этом и проблем нет. Золотой Век тоже нельзя преимущественно? Нет. Золотого Века нельзя даже достичь. В Белапанасской войне можно достичь. Помните, это известная сократовская шутка, да? Ораков говорит, что нет никого у меня. То есть, Фукинид отказывается от концепции Золотого Века. Мы вполне можем достичь такого же состояния. Но он тем самым убирает два экстренума, два полюса. Либо полюс позади, да? Мы никогда не можем достичь. Либо полюс впереди. Вот он считает, что оба этих варианта, они неправильны, они слишком идеалистичны, в кавычках. Да, и в этом смысле он реализован. Получается, что от позиции, предложенной Фукинидом, мы можем только провалиться в более худшую позицию. Потому что очевидно, что представление о прогрессе как о равномерном прямолинейном движении и как о постоянной деградации от Золотого Века – это плохие представления. Минос раньше всех, как известно нам по преданию, приобрел в себе флот, овладел большей частью моря, которое называется теперь Эйнским, достиг господства над Кеклатскими островами и первый заселил большую часть их колоний. Да, мы переходим к морю. Острова нельзя заселить без кораблей. И главное, зачем Минос это сделал? Давайте посмотрим. Очевидно также, что Минос старался насколько мог уничтожить на море пирасов. Да, понятное дело, что пирасы – это варварство. Чтобы тем вернее получать доходы. Да, Минос делает все это. Цивилизация… Люди двигаются к цивилизации, отдельные люди, а затем и целые народы, не для того, не потому, что они фанаты цивилизации, равноправия, прав, законов и всеобщей любви, а потому, что за этим движением стоят очень четкие эгоистические мотивы. Ну, не совсем так. Клятые люди, да? Вот. Людей к цивилизации двигают невероятно эгоистические мотивы. Но, что самое интересное, людей прочь от цивилизации двигают те же самые мотивы. Да. Значит, в цивилизации есть случаи, они присущи природе человека. Каким-то образом. Цивилизация, конечно, присуща природе человека, потому что мы к ней возвращаемся. Но при этом она, как только мы ее достигаем, немедленно становится жертвой тех же самых мотивов. Почему не можно признать, что цивилизация является лишь результатом случая, просто повторится пару раз? Потому что мотивы вечны. Помните, наша предельная штука, предельность Пелупанесской войны, забегая вперед, заключается в том, что она полностью раскрывает человеческую природу. Одним из измерений этой природы являются эгоистические мотивы. То есть, цивилизация никогда не случайна, потому что она зависит от эгоистических мотивов человеческой природы. А те являются вечными именно потому, что они вечно присущи людям. И в этом смысле мы все время достигаем цивилизации благодаря эгоистическим мотивам. И все время ее разрушаем благодаря эгоистическим мотивам. В древности эллины и те из варваров, которые жили на материке в лес моря. Вы видите, в древности эллины неосличимы от варваров. А равно все обитатели островов обратились к пиратству с того времени, как стали чаще сноситься друг с другом по морям. Во главе их становились лица наиболее могущественные, которые и поддерживали пиратство ради собственной корысти и для доставления пропитания славы. Да, вы видите, что цивилизация и варварство противостоят друг другу, но в рамках одних и тех же мотивов в целом. То есть, точно так же, как минус ради обогащения кончает с пиратством, точно так же другие могущественные люди ради обогащения участвуют или затевают пиратство. То есть, и пойдет по стране. Не до конца, потому что минус ведет к цивилизации. Пираты никогда не ведут к цивилизации. Это верно, но они... Но мотивы у них абсолютно, да, одни и те же. Впрочем, жители грабили друг друга и на суше. Да, понятное дело, что пиратство – это ни в коем случае не ситуация, только связанная с морем. Во многих же частях Эллады и до сих пор практикуется старинный способ жизни. Именно у локров азорских италян... Ну, только локров. У локров азорских италян, акарнанов, и у обитателей пограничного с ними материка. Самый обычный ношение собою оружия сохранился у этих материковых народов от старинного занятия и их разбора. Да, цивилизация настолько свежая штука, настолько новая, что некоторые до сих пор ведут себя как варвары. Некоторые из греков до сих пор носят при себе оружие. Не потому что они собираются кого-то ограбить или от кого-то защититься, а потому что у них память еще не отвыкла от того, что этого делать больше не надо. Угу. Дело в том, что жители всей Эллады ходили тогда вооруженные. Жилищи не были защищены. Пути сообщений небезопасны. Что и вело в обычай жить с оружием, как живут варвары. Да, это все варварство. И самое интересное, что получается, что Троянская война это тоже варварская война. Она не цивилизованная. То есть это не война цивилизации против варварства. Это война варварства против варварства. Одни варвары едут грабить других варваров. Как мы поймем чуть позднее. Цивилизация появилась совершенно недавно. Где-то между Троянской и Персидскими войнами. Вот тогда появилась цивилизация. Судя по всему, как мы поймем позднее, цивилизация напрямую совпадает с империей. Там, где нет империи, там нет цивилизации. Там только варварство. И там, где империя есть, там цивилизация появляется. Это, конечно, сразу создает огромное количество вопросов, которые мы поднимать не будем, потому что это закончится плохо. Те части Элладров, которых ведут еще и теперь такой образ жизни, свидетельствуют о существовании некогда подобных обычаев у всех эллинов. Из их числа афиняне первые сняли с себя оружие, и благодаря вольному образу жизни перешли в больший роскошь. Да, но мы оставим прошлое с его народом и перейдем к себе. Все города, основанные в последнее время, когда мореплавание получило уже большее развитие, а средства имелись в большом избытке, обводились стенами и строились непосредственно на морских берегах. Кроме того, виды в торговле и для ограждения себя от соседей все старались занимать перешейки. Напротив, древние города, как на островах, так и на суше, вследствие долго державшегося пиратства, большую частью были построены вдали от моря. Потому что и жители этих городов грабили друг друга так же, как и все береговые жители, хотя бы и не занимавшиеся мореплавами. И до сих пор города эти расположены внутри материка. Да. Наиболее древние греческие города – это материковые города, а не прибрежные. Почему? Потому что легче защититься от нападения, чем в случае с прибрежным городом. Но приплывут пираты и вас ограбят. Вот чтобы они не приплыли, именно поэтому, говорит Фокиди, все древние города расположены у нас в глубине материков. Это доказывает, что люди были гораздо слабее в древности, чем они сейчас. А афины, получается, относится к этой категории, потому что у них не было бы овощей. Да, они были довольно далеко, но а афины – это древний город, да? Но только недавно они дотянулись до моря. Да, древние. Восемь… три, пожалуй. Кроме того, приморские жители владели еще большими средствами, и потому крепче сидели на местах, а некоторые, разбогатев, оградили себя стенами. Ну, понятно, афиняне. Угу. Стремление к наживе вело к тому, что более слабые находились в рабстве у более сильных, тогда как более могущественные, опираясь на свои богатства, подчиняли себе меньшие города. Империализм – это не изобретение афинян, спартанцев или персов. Империализм – это совершенно обыденная вещь, от которой или которая происходит из человеческой природы и которая, кажется, не может быть побеждена. Вы видите, фукидид сейчас формулирует ту самую мысль, до которой афиняне дают только на пике войны. А именно, сильный делает, что может, а слабый терпит. Эта формула империализма, которой якобы подчинены сами боги с точки зрения афинян, на самом деле является вечной с точки зрения фукидида, как отличной с точки зрения афинян. Фукидид не приплетает никаких божеств сюда. Он говорит, что таков порядок с самого начала. Естественно, это имеет, если это порядок с самого начала, это имеет отношение к человеческой природе. Мы могли бы сказать, забегая вперед, что сама природа империалистична, человеческая природа. Вы сказали, что это почти невозможно подавить. Да, конечно. Но, получается, традиция направлена на подавление империализма. Абсолютно верно. Вы увидите потом, что с точки зрения фукидида, у государства есть одна и только одна цель. Подавить природу человека. Потому что, если это не получается, и когда это не получается, государство гибнет и начинается гражданская война. Прошу вам. Отличное замечание. Если не является природой человека, и государство пытается подавить их природу, оно использует природу человека, чтобы подавить природу человека. Некоторые люди используют других для своих целей. Государство неестественно, оно искусственно. И это тоже, заметьте, гопсово штука. Да? Государство искусственно. Оно необходимо, потому что без него в естественной ситуации люди не могут жить вместе. Они заняты порабощением друг друга и насилием друг над другом. И за то, что тогдашнее государство, это золотоусловно... Маленькие времена? Да. Некоторые люди, которые более сильные... Это... Да. Но тут проблема-то возникает в том, что именно потому, что никаких сильных государств нет, и развитых государств нет, и цивилизаций нет, эти маленькие сообщества, они либо все время распадаются внутри себя, либо умирают при столкновении с другими, либо бегут, либо разваливаются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть никакой стабильной жизни нет. И мы не можем назвать их протогосударствами, или племенами, как называет их фукидит, но мы не можем назвать их государством. Если к тому, то, что, получается, тогдашнее государство, когда они возникают, это государство, ну, аристократические, или монархические, ну, тиранические, да? То есть это власть нескольких более сильных... Да, 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 да. ...своим империодизмом. Минус, да, да, конечно. Да, это империодизм других. Да. То есть, получается, а, и от этого возникает, ну, то есть, связь между человеком и государством. То есть, ведет государство, если человек, и наоборот. Не совсем так. Потому что мы можем сказать, что изначально государства, они персоналистские, да? То есть, кто-то своей силой минус захватил тиранию. Или там, мы сейчас увидим, Агамена заставил всех жеников Елены поплыть, значит, с ним. Но очень быстро государство становится деперсонифицировано. Ситуация, при которой на вас давит тиран, это все еще варварская ситуация. Подавление одного человека другими. Ситуация, когда все равномерно подчинены закону, это ситуация цивилизации. На вас не давят другие люди. Так закон подкрепляется варварская ситуация? Конечно! Так мы же об этом ровнее говорим. То есть, за законом, естественно, стоит невероятное насилие. То есть, чем больше цивилизация, тем больше давления она оказывает на природу человека. Ну, смотрите, древний мир берем и говорим себе, зачем следят законы Хамурапи? Не убей, не укради. Что они обещают взамен? Мы тебе что-нибудь отрежем, значит, что-нибудь отвернем, повесим тебя, четвертуем, разрежем на части, сварим в масле. Я никогда не понимал. Людей не варят в масле. Людей жарят в масле, да. Как бы жарят, не варят. Окей. Может, потому что масло кипящее, но как бы окей. Поджарят вас в масле до хрустящей корочки. Не дошли, так их же клали в раскаленное масло. Они не думали, что так можно еду? Нет. Почему? Именно из еды это все и пошло. Прекрасно они все умели. Вот. Но это второстепенно. Для того, чтобы обеспечить вам хоть какую-то жизнь, нужна невероятная жестокость. В современном мире никто, конечно, четвертовать, хотя в России звучат такие призывы, и вешать на столбах в наказание за законы не будет. Но давление на вас именно благодаря тому, что от вас требуется гораздо больше, чем просто не убивать и не воровать, оно гораздо более огромное. На вас давит, я не знаю, мой любимый пример, объявление в метро. От вас требует не просто не убивать и не воровать. Будьте вежливы, не ходите в пачкающей одежде, не оскорбляйте других людей, не создавайте проблем. Не будьте... Во-первых, это подкреплено тем, что если вы зайдете в метро в пачкающей одежде, вас могут вывести. Да? Вот. А во-вторых, естественно, психологическое давление и психологическое насилие, как мы знаем, гораздо более страшная штука, чем насилие физическое. Современные пытки не включают в себя никогда физического насилия. Поэтому в современности самая любимая пытка – это одиночное заключение. Одиночное заключение, вот эти бесконечные «встань, сядь, перейди», «лишение сна». То есть современные пытки не включают физического насилия, потому что насилие психологическое гораздо более страшное, чем физическое. И гораздо более действенное. Получается, что если власть деперсонифицированных государств – это цивилизация, то традиция – это цивилизация. В смысле? Ну, традиция деперсонифицирована. Вы вспоминаете какие-то обычаи не потому, что вам тиран сказал «иди, убивай петуха». Конечно, традиции цивилизации связаны, да, они связаны. То есть греки – это традиционное общество, да. То есть получается, что когда возникает традиция, возникает цивилизация? Традиция есть и при тирании. Да, другое дело, что тиран в нее может вмешаться. То есть все-таки одной традиции для цивилизации недостаточно. Нужен закон, как показывает практика. Но цивилизация, естественно, зависит в том числе и от традиции. Традиция – это тоже не персоналистское давление, да. Ну, то есть мы не можем в чистом виде отнести традицию к деперсонифицированному контролю, который есть цивилизация? Нет, традиция просто не достигает цивилизации именно потому, что мы говорим о том, что традиция – это культура, а цивилизация, в том числе и культический порядок. У всех народов есть какие-то традиции, но если над вами сидит тиран, то никакой деперсонифицированной власти, соответственно, цивилизации быть не может. Да, он может в любой момент эту традицию нарушить. Другое дело, когда у вас есть закон, на той же традиции основанный, тогда это цивилизация, деперсонификация, и тогда, конечно, у вас парламент. У вас премьер реализм, природа человека, подавление природы человека, то вся природа человека подавляется в русской природе. А чем? А чем? Разве только один футерий включает природу человека? Нет, природа человека, конечно, с точки зрения Фукидида, имеет три основных вещи внутри себя. Вот, на самом деле их побольше, конечно, и Фукидид это показывает, но есть три основных. И, конечно, государство пытается подавить проявление природы человека. Но, естественно, обесчеловечить человека государство не может. И в этом смысле государство всегда ходит по тонкому льду, всегда есть возможность, что если оно совершит ошибку, оно погибнет. Именно потому, чтобы от природы не избавиться. То есть, если оно надавит слишком слабо, и природа вырвется, государство погибнет. Если оно надавит слишком сильно, и природа вырвется, государство погибнет. В этом смысле государство никогда не может достичь своей цели, цели мирной жизни. Оно всегда может только двигаться к ней в каком-то более или менее шатком равновесии. Именно поэтому Гоббс мечтает о том, чтобы государство превратилось в Левиафана. Да, только Левиафан, думает Гоббс, может подавить природу человека настолько, чтобы наконец можно было достичь мирной жизни. А можно предположить, что государство является частью природы человека? Нет. Вслед за Гоббсом, который следует за Фукидидом, нам придется признать, что государство искусственно. Оно неестественное. То есть, мы поняли, вы конечно можете сказать, что государство естественно, но тогда придется признать, что этот слуг естественен. То есть, это ровно то же самое, мы поняли проблему, естественную проблему, и с помощью естественного разума ее решили. Да, мне не на чем было сидеть, я придумал стул, но стул неестественный. Потому что, в противном случае, нельзя будет распространять естественное и неестественное, все будет естественным. Хорошо. Аристотель, естественно, думает по-другому. Именно поэтому Гоббс выступает против Аристотеля. Именно поэтому у современной цивилизации, у современной либеральной идеологии и либеральной практики два основания, а не одно. Хорошо. На самом деле, наше время вышло уже. И у меня к вам вопрос, нет ли у вас больше вопросов? Конечно. Давайте задавайте, самое время. Вот, на счет империализма. Если империализм – это выделенная вещь для человека, абсолютно нормально то, что возникают люди, у которых слишком высокая потенция к империализму? Слишком четко выражена природа, да, конечно. Конечно. И как тогда оценивать этих людей? Просто вот, если мы берем на берег и выбрали алкериады, как бы Киев оценивал бы алкериады? Это просто человек, который слишком выражена природа или это что-то особенное? Мы об этом поговорим обязательно позднее. Просто мы позднее организуемся. Позднее. А успеем? Да. Ну, это от вас зависит, не от меня, правильно? Вот. Я постараюсь. Это очень важный вопрос. И я, естественно, подталкиваю вас. Держать его всегда в уме. Суждение Фокидида об алкериаде вкупе с суждением о человеческой природе будет одним из критериев предельности войны. Помните, предельная война предельно раскрывает человеческую природу. Хорошо. Если у вас больше нет вопросов, тогда мы вынуждены остановиться. Ну. Ну.